Как в сказке о золотой рыбке остались жители Минской у разбитого корыта. Два месяца назад народные активисты обращались в городскую мэрию с просьбой организовать маршрут общественного транспорта от Минской до Шереметьевского проспекта. Я, например, учусь в текстильном институте. Для меня очень важно, чтобы сделали маршрут по Фредерико-Энгельсу, потому что ездить на короткой маршрутке, три кайла, это невыгодно. Это, допустим, мне приходится доезжать дистанционно, это уже не 17 рублей, а как в одну сторону, это 34 рубля. В поддержку собрали больше 500 подписей. Ничего не ответила рыбка, точнее, комитет по транспорту. Но третий маршрут был продлен от станционной ДЖД вокзала. Правда, и тут возникли проблемы. Чиновники старались сделать это все для галочки. На одну остановку продлили маршрутку. В итоге ни маршрутчикам это неудобно, ДЖД вокзала 3К, ни жителям тоже это, к сожалению, не было востребовано. В том варианте, которое было реализовано. Также, после того, как газели отказались возить жителей до ДЖД вокзала, ездили они далеко не все, то есть это было как издевательство, я могу честно и открыто это сказать. А после появился новый маршрут, 3Б, идущий через вузы, расположенные на Шереметьевском проспекте. Вроде бы все, как хотели жители, но тоже не то. Не зря комитет по транспорту планировал, прежде чем вмешиваться в существующую схему маршрутов, оценить пассажиропоток. 3Б оказалась не только маловостребованной, она еще и дублировала от киноцентрального другой, давно существующий маршрут. В итоге транспортный подарок от городской администрации просуществовал меньше недели. Сейчас все по-старому. Ни до ЖД вокзала, ни до Шереметьевского без пересадок добраться нельзя. У жителей есть на этот счет конструктивное предложение. Всего-навсего три фарда нам необходима, которые будут ездить с интервалом в 20 минут, от Бубну по Шереметьевскому проспекту, оттуда и обратно, дальше через Серебряный город пусть они едут, чтобы больше пассажиров, чтобы это не было убыточно, чтобы нам опять вину не предъявляли. И, соответственно, через Фрунзе, Восьмоминейскую, далее Номинскую, чтобы с Минейевыми люди в детские сады водят детей. И, опять же, сюда могли студенты ездить. У них в Минейево и у нас нету до ЖД вокзала доступа. Вот такой вариант нам конкретно нужен в той ситуации, которая сложилась на данный момент. Есть даже заинтересовавшиеся новые схемы перевозчики. Правда, сейчас они так называемые нелегалы. Но если будет договор с администрацией, готовы начать осваивать новый маршрут. У сотрудников Комитета по транспорту другие планы. На данный момент разработан документ, планируется согласно федерального законодательства, которые у нас сейчас приняты в этом году. Поэтому в документе планируемый нанесен на востребование новый маршрут. Это сообщением улицы Кудряшево-Московский микрорайон. Как вы знаете, она у нас тоже скоро будет открыта и запущена. И маршрут проследует по просьбам также улицы жителей, проживающих на улице Минской, через Шемейский проспект, Режнодорожный вокзал, через улицы Фрунзе, улицы Минска и в обратном направлении. Разработка нового маршрута займет время, как минимум полгода. Зато при таком ответственном подходе новое транспортное направление от Минской рискует просуществовать чуть дольше двух предыдущих. Наталья Гутарина, Денис Денисов, Андрей Семиплоков, РТВ Иваново.